Здравствуйте, друзья! Едем мы в гости к друзьям, нам тут полтора-два часа дороги. Света зачитывает вопрос. Давай, Света. Очень хотелось бы озвучивание мыслей об общении с нашими взрослыми детьми. И как с нашими советами им. Это очень. Я чувствую, что человек, который задает вопрос, имеет проблемы в общении со взрослыми детьми. В частности, чувствует, что советы не достигают целей. Ты знаешь, я вчера буквально наблюдал разговор, был свидетелем разговора, когда беседует мама наших лет, допустим, 60. Дочь, ей может лет 35. И ребенок. Ребенку 10. Девочка. Ребенка попросили выйти. Ну там получилась такая история, что был какой-то тяжелый развод у мамы с отцом ребенка. И я вот говорю, а как получилось, говорю, что вот вы там поженились, вот что говорила твоя мама, когда ты за него замуж выходила. Бабушка сказала девочке, 10-летней, говорит, ты девочка, иди отсюда, погуляй. Вот. После этого она говорит, что как только она увидела этого парня, она сразу ей сказала, что добром это не кончится и так далее, и так далее. И дальше начинается сложная такая история, что, значит, мама с папой уезжали в Америку. Точнее, сначала уехал папа, потом папа забирал маму. Это все было... Это, подожди, это какое поколение запуталось? Это бабушка с дедушкой? Бабушка с дедушкой. Значит, дедушка, сначала дедушка уехал, но он еще был такой мужик, там лет 40, там вот она была. Это был 99-й год. Он сюда приехал, обустроился, потом забрал свою жену, бабушку нынешнюю. А потом, значит, в тот момент, когда бабушка уже там уезжала, она оставила дочери квартиру, оставила там машину. Девочка была пристроена, она работала, ей было там лет 24-25, вообще все было хорошо. И вдруг она говорит, вот хочу, значит, там замуж выходить. Причем это произошло скоропостижно, то есть после... Скоропостижно скончается. Какого-то, ну, скоропостижно после отъезда мамы. Как только мама уехала, буквально там 3 месяца, она уже хочет замуж. Я просто к чему рассказываю. Значит, и там шел некий такой обмен, что мама говорила дочери, что ты вообще что ты делаешь, что сюда. А дочь уперлась, больше того, она даже вышла замуж, там толком и маме не сказав. И они там, типа, даже и на свадьбу не попали, ну, потому что они были в это время в Америке, я не знаю, что. В общем, скоропостижная женитьба такая была. Скорополительное. Скорополительное замужество. И я, когда вот все это расспрашивал и слушал, дочь, значит, которая вышла скорополительно, а сейчас тяжело разводилась, говорит, что, понимаете, говорит она, сначала папа уехал, потом мама уехала, я чувствовала себя так одиноко, и уже такой возраст, там, типа, почти перестарок, значит, вот, короче, вот срочно ей зачем-то было нужно. И дальше там пошло-пошло-пошло. Вот ее прямо, как бы, колбасило. Ну, послушай, послушай, мы все очень умные, в особенности родители. Ну, то есть мы, как родители, мы более зрелые, мы более взвешенные, у нас нет чувства влюбленности по отношению, там, кавалирую дочери. Романтическое такое, да. И может быть нам что-то большое видится на расстоянии. Да. Но в этот момент ребенку сказать, что он тебе не нужен, это очень сильно испортит с ним отношения, потому что он все равно не послушается. Но это ты говоришь про вопрос выбора спутника жизни. А есть вопросы просто текущие. Вот текущие вопросы. Я скажу такую вещь. Очень важно вообще жить с детьми отдельно. Это относится, в частности, к советам и к взаимоотношениям. То есть, когда ты живешь с детьми отдельно, наша задача, как родителей, быть уверенными, что... То есть, не быть уверенными, слово быть уверенными неправильно. Наша задача состоит в том, чтобы нам хочется, чтобы у детей было все хорошо. В нашем понимании. Это не важно. В понимании таком, чтобы у них было все хорошо, и они жили себе сами. Если они живут сами, по себе, то нам очень хорошо. Потому что, когда у дочки возникают проблемы с разводом, со всякими делами, она прибегает к родителям и, получается, вешается уже на их шею. То есть, это уже их обязанность. То есть, не за советом прибегает, а за... Да, за помощью, да. Материальное, физическое. Куда теперь вон туда? Вот на мужу. Таким странным, таким маневром. Да, 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 я понял. Вот. Поэтому, поэтом, нравится вам избранник с дочери, или не нравится, не ваша его ума это дело. Если он дочери нравится, это не ее про избранника. Вот ты начала с того, что вот жить вместе, не жить вместе. Когда ты живешь вместе, то тебе тяжело видеть, что они делают с ребенком. Понимаешь? Потому что они, как бы, не понимают вообще хрупкость этого создания. Да, и на самом деле, это только приводит к нашему собственному расстройству. Потому что они слушать все равно никого не будут. Каждый должен пройти свой путь и сделать свои собственные ошибки. Вот так жизнь показывает. И набить свои собственные шишки. И никто никого не хочет слушать. Скорее послушаешь какого-то чужого дядю, чем собственных родителей. Это часто бывает. Ко мне, знаешь, приводят люди постарше, приводят своих детей. И я им там, с каким-то вопросом, скажите, да. Игорь, вот вы им скажите. Нет, Аня, вот я рассказываю, я говорю, вы знаете, я, собственно, я не думаю, что я что-то такое сказал, с чего, например, вы не могли бы сказать. Он говорит, так не слушает же. Ну да, да. Поэтому, друзья мои, вопрос в том, что да, это правда. Детям нельзя лезть с советами, ни с какими. То есть, или ты ждешь, пока тебя спросят, или вообще молчат. Даже когда спросят, и ты скажешь, это воспринимает все равно штыки, хотя они сами спрашивают. Поэтому никуда не лезьте. Но всячески поддерживайте любые отношения детей, чтобы у них было все хорошо. Потому что это очень важно. Ну, пример. Как поддерживать? Ну, вот я тебе говорю, да. Вот говорит тебе дочь, хочу продать квартиру, потому что мой муж хочет вложить деньги в бизнес, который мы там удестерим наше вложение за полгода. Вот что делать? Ну, нужно сказать так. У меня по этому вопросу есть свое мнение. Нет, да, кстати, это на чьи деньги продать квартиру, чья квартира? Вот ты дочери оставила квартиру, а она живет там с мужем. То есть, это моя квартира все-таки? Ну, может быть, ты ей отдала, допустим ее. Допустим, это ее, не твоя. Твою квартиру они не могут продать. Вот у нее есть своя квартира. Понимаешь, этот вопрос очень серьезный, на самом деле. Это финансовый большой вопрос, где цена очень большая сумма денег. Она его любит, а он наверняка сейчас удестерит деньги. Да, все профукает и все. Да, это мы понимаем. Да, это мы понимаем. Значит, нужно сказать так, что давай мы с тобой поговорим, да? И я тебе изложу свою точку зрения по этому вопросу. Так, так. Моя точка зрения по этому вопросу вот такая. Да. Я считаю, что вы все профукаете. И более того, я бы хотела знать, что ты будешь делать, если в такой ситуации вы все профукаете. Да. То есть, какой у вас план B, случись, не работает это все. Ты можешь меня не послушать, но я хочу услышать твой план B все-таки, да? Чтобы ты понимала, какая мера ответственности за все это. Потому что то, что все у него 100% получится, это все хорошо. Но всегда у людей должен быть запасной вариант какой-то. И, возможно, в такой ситуации, когда дочка начнет думать на план B, и они, может быть, что-то другое придумают и не станут предлагать неприятнее. Ты знаешь, я вот тебя слушаю, и я думаю, вот о чем. Я думаю о том, что все-таки, когда у тебя есть ребенок, который вот такие вопросы решает, то все-таки этому ребенку уже, может быть, там лет, ты его знаешь, там лет 20, может быть, и 25, может быть, и 30 этого ребенка. Поэтому ты, в принципе, его хорошо знаешь. Ты примерно можешь заранее сказать, как вот этот ребенок отреагирует на то, что ты говоришь, на попытку навязать что-то, на попытку спасти там и так далее. Поэтому я думаю, что надо все-таки привязываться к тому, с кем ты имеешь дело. То есть не то, чтобы там 10 разных детей, и ты каждому одно и то же говоришь. Все-таки ты ему это говоришь. Ну, есть, естественно, саму эту мысль, которую я вам сказала, ее может сказать с разными поправками, в зависимости от того, с кем ты имеешь дело. То есть оформить, оформление может быть разное. Но дело в том, что если по существу мы, как родители, понимаем, что деньги могут быть потеряны, они останутся вообще без квартиры, и тогда они придут жить к вам, к нам, к родителям. И вот этого я хочу избежать. То есть, bottom line, к чему мы придем? Что если случится ситуация, они все потеряют, где они будут жить. Вот ответ на этот вопрос должен быть. Но послушай, ты говоришь дочери, значит, есть вероятность, что вы все потеряете, вам вообще негде будет жить. И так далее, и так далее. И это происходит, и она приходит жить к тебе. Независимо от того, что ты это ей сказала. Нет, так вопрос не стоит. Как он стоит? То есть я говорю так, что это твоя ответственность, это твое решение, и ты будешь отвечать за свои ошибки, а не я. Я не хочу жить со взрослой дочерью в одной квартире, потому что она по глупости своего мужа профуковала свою квартиру. Но тогда ты можешь испортить отношения, если ты прогулась с мужем и так туда-сюда. Нет, это же я говорю нам, да? Я хочу, чтобы у нее все было хорошо, чтобы она жила независимо и финансово независимо от нас. Чтобы она не приходила со своей семьей жить к нам на нашу жилплощадь. Я этого не хочу. Я и сразу об этом говорю, до того, как она приняла решение о продаже квартиры. Ну, грубо говоря так, ты взрослый человек, ты принимаешь свои решения, ты несешь за них полную ответственность. Правильно? Да, и за счет, и тоже ты сам классик. И если не получится так, как ты сейчас думаешь, то ты не придешь ко мне и не будешь мне говорить, ты знаешь, у нас тут не получилось, давай ты будешь нас выручать. Нет, мы не хотим выручать нет. Именно поэтому наша задача, чтобы у тебя было все хорошо. Что мы можем? Мы можем помогать в меру возможностей. Если какая-то помощь требуется, они обращаются за какую-то помощь, и мы можем помогать им. Так, чтобы это было в радость всем. Не тяжелая обуза, чтобы это было всем в радость. Мы будем радоваться их успехам, мы будем их всячески поощрять, чтобы у них все было хорошо в семье, в первую очередь. Мы не будем каркать им, что вот, у тебя муж такой дурак вообще, я его не могу видеть, с ним разговаривать, и все такое. Нет, этого нельзя делать. Этого нельзя делать. Поэтому, а советы, вот именно в форме совета, как вы воспитываете своих детей, как вы, ну это и видите в конце концов. Понимаете, у бабушек, дедушек, у них более облегченная миссия, слава богу, им уже, ну-ка, воспитывать не надо. Только поиграться, если что. Да, мы уже снимаем с себя эту ответственность, поэтому даже более того, я скажу, вообще, это сакраментальная вещь, что мы можем даже их баловать потихоньку от родителей, потому что мы их не воспитываем, мы только портим. Ну, не портим, зачем так? Ну, да, портим. Мы все развращаем. Ну, на то и бабушка, дедушка, еще его баловать. Баловать, да. Баловать, да. Ну, конечно. Да, да, это слово баловать. Да. Немножко, немножко, конечно. Поэтому вот так вот. И, конечно, вопросы совместного или раздельного проживания, да, нужно всячески избегать совместного проживания, потому что до жизни не будет никакой. Вот Миша рассказывал, что там женщина спрашивала, как ей поступить с квартирой, которую мать, проживая вместе с сыном в одной квартире, оставила ей, а не сыну. Знаете, люди, когда близкие, даже ухаживают, помогают и все-все-все, между ними существует трение поспугания на одной территории. Вот в этом видео, в комментариях, очень много людей, ну, невероятно много людей, причем такие, кто вот именно в этом положении находится, которые ухаживают. Они говорят, что вот, скажем, вот нас там двое детей, значит, там брат живет там на Дальнем Востоке, а мы там живем там в Липецкой области, и он хороший, хотя он там за 30 лет там два раза приехал, понимаешь? А я плохая, что я все делаю не так. Да, конечно. Понимаете, поэтому первая заповедь – это не жить отдельно. Не жить вместе. Не жить вместе. Не жить вместе. И всячески это избегать. Не дай Бог такая ситуация, что они продают свое жилье под залогой. У нас неоднократно, у нас неоднократно возникал внутренний протест. Вот, когда мы… Ты смотришь на своих, но они маленькие, но они как бы уже взрослую жизнь начинают. И ты думаешь, господи, ну что же они такие маленькие? Они же уже должны быть взрослыми. Вот они там… Первое – это вот, когда вот ребенок маленький появляется, крошечка такая. И они не понимают, что это крошечка, и что она такая, в общем, хрупкая, и все такое. Это уж изверги внутренний голос. Нет, нет, они категоричны. Конечно, юношеский максимализм, нет места быть. И у наших детей первого ребенка, они в 6 месяцев отдали… Да, в детский этот Кер, где она начала болеть тут же. А второго ребенка они додержали дома до 3 лет. И отдали уже ее практически там… Ну, они уже соображали. Они уже соображали, то есть на своих ошибках они поняли, зачем травмировать ребенка, который будет не вылезать из болезни, какая там уже работа и все. Да. А тогда они ни за что не хотели няню брать, да? Хоть ты им говоришь, что не брать. Ну, на самом деле в них была какая-то упертость. Вот, ты знаешь, они как-то отрицали наш опыт. То есть, когда мы что-то им советовали. Дети отрицают опыт. Сегодня мы им советов не даем. Нет, не даем. И на самом деле… Мы спрашиваем советы, очень часто мы биться. Мы спросим их, что только советы. А почему мы не даем советы? Потому что мы не вникаем сильно в их жизнь. Вот у них все хорошо. Вот они звонят, мы спрашиваем, все хорошо, все хорошо. И слава богу, и это очень важно. Нет, но если нужно помочь, мы поможем. Да, если они обращаются, вот Саша хочет, чтобы дедушка возил ее там на какие-то танцы. Знаешь, она сейчас высказала… Нет. Это еще смешно. Она говорит, бабушка, говорит, мне, конечно, нравится, что дедушка меня на танцы возит. И я хочу, чтобы он меня дальше возил. Но мне страшно неудивно, что он-то меня везет в офис свой. Мне даже переодеться негде, и покушать негде. А давай я буду, он ее будет к тебе привозить, а потом он будет везти там куда-то отца. Я говорю, Саша, я не возражаю, потому что он тебя сюда привезет. Я с удовольствием. Но, но, я говорю, чего бы я не хотела, это потом тащить тебя самой в эту школу, на эти горы там, вон, знаете, куда. Нет, так я отвезу туда-сюда. Ну, вот если ты на себя это берешься, то покормить его. Но мы же должны общаться. Друзья, справа компания Тесла, вот если вам интересно. Мы проезжаем. И это самое, мы же должны общаться, конечно. Детишки, они вот... Саша говорит, я так люблю бабушку, ты меня кормишь, а то так мне холодно. Вот, друзья, бабушка прибила ребенку любовь к котлетам. Вот она приходит. Нет, стоп, стоп, стоп. Мишина, мы выходим. Выходим. Она приходит и говорит, бабушка, как атлетки есть? Правильно? Не только атлетки, а супчик она любит. Супчик. Ну, в данном случае речь идет о детях. Это проходит. То есть категоричность и отрицание и так далее. Они потихонечку проходят. Более того, чем они будут старше, тем будет больше понимания. Да, конечно. Но нужно просто в этот период, пока идет отрицание, сильно не лезть, чтобы не испортить отношения. Надо понимать, что им нужно приобрести свой опыт. И вы на самом деле совершенно не хотите, чтобы ваши дети и в 30, и в 40, и в 50 оставались такими, которые слушают маму. И не там... Я вам расскажу. У меня есть история одна. Невеселая. Девушка. Она такая, знаете, семейственная такая девушка. Она с Кавказа. И, ну, как бы там традиции и все дела. Она слушала маму. Хорошая домашняя девочка. Когда она приехала в Америку, ей было там года 23. Вот. Ну, там потихонечку она там устраивалась, туда-сюда. И она все время слушала маму. А мама ей по телефону там с Кавказа инструкции выдавала. Там вот с иранцем не гуляй, с евреем не гуляй, с таким не гуляй, с этим гуляй, с того не гуляй. Короче, время идет. Ей уж там лет 28. А у нее, в общем, не то, что там не замужем, но даже нет вот как бы надежного человека такого. Потому что она все время слушала маму. И уже кончилось с тем, что когда возраст там становился больше, мама говорила, ну, хорошо, вот там какой-то иранец, уже ладно, пусть будет иранец. И та ей говорит, так почему же ты мне не давала с иранцем встречаться, когда мне было 24? Кончилось с тем, что ей уже, наверное, за сороковник сейчас. Она так и не создала семью. Мы, конечно, можем сказать, что она сама виновата, что слушала маму. Мама, которая живет за 3-9 земель в других реалиях, в другом совершенно мире, вы видите, все, что хотите, не должна была вообще вмешиваться в ее жизнь. Понимаете, какая радость маме, что там 25-летняя, 30-летняя девочка ее слушает и делает то, как мама ей говорит. Маме-то с этого какая радость, что с этого получилось? Понимаете? То есть вы, как родители, должны дать возможность детям, позволить детям совершать те ошибки, которые они должны совершить, чтобы стать более взрослым. Вы же совершали свои ошибки, они почему не могут? И тоже никого не слушали. Мы такие, мы тоже не слушаем. Да, да. Я помню, у моего папы был сахарный диабет, и вот еще когда дочка была маленькая, они все время говорили, надо сидеть на диете, надо то, надо сеть. Кому говорили? А нам чего? Ну вот они были на диете. А, они уже понимали про диабет, да? Да, они понимали про необходимость и так далее. Но нам было, что я говорю, только у нас все в порядке, нам как бы не нужно. Мы ничего такого не придерживались. А сегодня я своей дочке говорю, что ты, говорю, можешь не придерживаться ничего. Пока у тебя не сложится ситуация, когда тебе это будет необходимо. Вот когда ты сама поймешь, что тебе это необходимо, ты без этого не можешь уже, да? Да. Ну вот тогда я тебе расскажу, вот как и что. А пока все хорошо, так все и то есть. То есть, грубо говоря так, пока нет ученика, учитель не нужен. Правильно? А когда уже появится, то мы расскажем. Но вы все время общаетесь по поводу всяких блюд, я не знаю. Нет, по поводу мы не общаемся, потому что она не любит готовить, и она все делает по рецептам, а я по рецептам вообще не умею делать. Ну да, да, разные философии, друзья. Она как возьмет рецепт, так все строго и делает. Да, я вообще не понимаю. Откуда у тебя, Света, такая дочь, я хочу спросить? Я не знаю, но я вообще не понимаю, как можно делать по рецепту. Рецепт для того и нужен, чтобы приблизительно посмотреть, а дальше все изменить. Вот так, смотри, нам нужно проехать таймой и сделать поворот. Да, направо, да. А вот наша дочь выросла в Америке, а ты, Света, выросла при коммунистах. Там как начнешь, понимаешь, что делать? Ой, при коммунистах, это вообще был анекдот. Я очень любила смотреть книгу о вкусной и здоровой пищи. Она была такая красивая, там такие картинки невероятные. И там хотелось просто, а там на этих картинках были очень красивые. Ингредиентов же не было. Вот, я тебе об этом хотелось приготовить. Нет, это, это, это. Так там нечего было. Поэтому, поэтому. Какое там соблюдение рецепта? Вот для чего было, из того и сделали. Так оно пошло. Ну, это другая уже немножко тема. Это можно отдельно тоже посмеяться. Там много веселого есть на эту тему. Но, возвращаясь к отношениям с детям, я вам скажу такую вещь. Да нормально все. То есть, вот то, что они вас не слушают, нормально. То, что вы пытаетесь им втюхать, там свою мудрость, тоже нормально. Все абсолютно нормально. И просто время лечит. То есть, отношения в этом смысле устаканиваются с возрастом. И еще что интересно, когда появляются внуки, то возникает особенная востребованность вот вас уже как дедушки и бабушки. Потому что дедушка и бабушка могут дать ребенку, дают ребенку то, чего, во-первых, родители не дадут. Они не могут, у них нету этого. А у дедушки и бабушки есть. И родители это понимают. Вот самое интересное, они могут вас не слушать. Нет, это полумащ. Тем не менее, тем не менее, есть какая-то другая вот, другой уровень взаимодействия. Слушай, а это полоса, они выходят? Почему тут две полосы? Слышка, но мы сейчас туда зайдем. Так они понимают, что есть какой-то уровень взаимодействия, на котором они сами с ребенком не общаются. Они очень ценят это. Я хочу отдельно поговорить на тему вот как раз появления там, когда молодые люди влюбляются, то ли это дочка, то ли это сын. Ну, это отдельная тема. Или сейчас прям это хочет? В этой теме про влияние родителей. Это в принципе, оно относится к этой теме. А, давай, давай. В принципе, да? Хотя можно на эту тему отдельно. Давай, что есть как бы, как участие родителей в тот период, когда влюбляются. Да. Дело в том, что вот получается такая ситуация, и мы сами тоже через это проходили. Если два молодых человека, наши дети, влюбляются, они никого не будут слушать. Они будут все равно делать все свои ошибки сами. Поэтому самое мудрое со стороны родителей, отношения не испортить. Это не испортить отношения с детьми, потому что в выборе между молодым человеком и родителями победит молодой человек или девушка. Или девушка, да. А с родителями они будут виноваты во всем. И потом еще долго им припоминать будут. Да. Всю жизнь будут. Помнить будут все, что сказано было. и так далее. Поэтому, когда молодые люди говорят, вот это вот мой выбор, да, вот это мой молодой человек, там, или это моя дедушка, нужно сказать, ну что же, ну это твой выбор, пусть он мне нравится, не нравится, у него такие недостатки, сякие недостатки, но это твой выбор, да? Поэтому... Ну, то есть надо принять чужой выбор. Надо принять чужой выбор. ни в коем случае не говорите, он такой дурак я знаю, что у вас ничего не получится это то, с чего Миша начал свою историю когда женщина, которая к тебе в офис пришла она сказала, я как увидела его, сразу поняла, что ничего не получится и тут же все сказала дочке своей получится, не получится, это их семья ваша задача, как их родителей сделать так, чтобы оно получилось по вашей возможности можно потерять ребенка своего на этом деле, можно на всю жизнь испортить отношения, на всю жизнь испортить потому что, ну может ребенок там еще отойдет, а вот допустим, выбор ребенка может на всю жизнь запомнить и как бы, это может сказаться очень сильно, поэтому пусть они делают ошибки но если вы можете помочь чтобы эта новая семья не развалилась, если от вас хоть что-то зависит, то помогите где-то материально, где-то это самое, не знаю деньгами, где-то советом если они нуждаются в этом совете но если вы будете поддерживать их в их решении, то скорее всего у вас будут хорошие отношения они хотя бы будут прислушиваться конечно то есть очень важно, чтобы твои дети прислушались, вот я например могу сказать, что вот наша дочь она, когда маленькая, моложе была ну там в подростковом возрасте может быть там сразу после подросткового у нее с одной стороны как бы естественная такая реакция отторжения, а родители там сказали с другой стороны она прислушивалась вот она может даже сразу сказать ой, ну что-то это не то, да? а потом смотришь, делает понимаете? делает, потому что я никто не навязывает, не втюхивает ну мы никогда не лезли с советами но когда спрашивают ну был период, когда я сильно лезла а потом перестала, потому что это все равно бессмысленно лучше не лезть, конечно кроме плохого отношения ничего не получится ориентируйтесь по обстановке если вы видите, что вас отторгают не навязывайтесь, это еще хуже то есть навязываться еще хуже чем, потому что все равно мало того, что не слушают так еще и отношения портятся да, а слушать все равно не будут нет, нет ну что, Света, мы обсудили тему? да, обсудили все, друзья, обсудили тему из личного опыта рассказали из жизни студентов портанов компьютер-скул рассказали в общем, так вот мы такие красивые, нарядные едем в гости давайте я вам покажу нас а то так получается, что только дорога была всю дорогу, была только дорога вот, Света, у меня такое ощущение, что ты как-то вперед придвинулась это мне кажется? нет, я не двигалась просто мне кажется, что кресло как-то очень вперед нет, я ничего не трогала друзья, вот мы такие красивые, нарядные едем в гости запоздало встречать Новый год запоздалый, старый Новый год старый Новый год запоздало встречать ну, мы сейчас там мы по дороге еще снимем мы на месте снимем и у нас сегодня будет много снятых это у нас ежегодная как бы такая мы каждый год в одном и том же месте там жизнь удалась лицом в икру да в том же месте, в тот же час да гости будут из Лос-Анджелеса приведут привезут шикарный Лос-Анджелеский торт там с русской фабрики он как всегда делает свои шпигачки и свои там колбаски там в общем готов да, хозяин из Минска похож на олигарха Днепропетровского в общем все будет как положено и там еще есть сюрприз, друзья ох, какой неожиданный сюрприз я вам, кстати не говорю я не говорю я хочу сказать, друзья что если вы в своей жизни видели сюрприз то такого бы не видели поэтому оставайтесь с нами уже ставьте лайки я вообще поражаюсь как можно вот на это место дойти и не поставить лайк и не подписаться если я не подписан нет, дело в том, что иногда люди просто забывают забывают, друзья поэтому мы вам напоминаем ставьте лайки ставьте лайки и кто не подписался подписывайтесь у нас вы даже не представляете что у нас там еще будет впереди у Света Света знает да Света знает вы даже главная героиня вы даже не представляете что будет нет, я имею ввиду даже после вот этого этого бюро преди и у нас там есть в английском языке такое выражение in a pipeline как бы в трубопроводе в трубе на подходе что у нас там на подходе что у нас вот сейчас из трубы вывалится вот это вот что у нас там и на pipeline нашего канала друзья там такое что не подписавшиеся будут горько плакать счастливо давайте пока спустим